добрый день вы на канале вяжем за вечер меня зовут ольга спасибо что заглянули ко мне в гости сегодня мы свяжем вот такую игрушку лук-порей она подходит как подвеска для мобиля подвеска на зеркало заднего вида в автомобиле также просто как отдельная игрушка у меня очень много вязаных овощей переходите на другие мои видео грибы и овощи и фрукты подписывайтесь ставьте лайки и вяжите с удовольствием со мной добрый день на сегодня лук-порей перед тем как назначать самый сам лучок белым цветом нам понадобится для этого белый цвет вот такой салатовый и темно-зеленый для листиков крючок у нас под эту пряжу полухлопок 2 можно еще два и два но не больше уже и иголочка иголочка с толстым ушком и вот такая вот зеленая ниточка сейчас клубок не рядом темно-зеленая нитка для листиков значит перед тем как начать сам лук я отмотала ниточку вот длиной 10 сантиметров здесь должно быть раз два пять восемь получается вот ниточек вот здесь их пока не разрезала и связала их в узелочек вот такую детальку это у нас будут корни подготовила из белых ниточек теперь можно начинать сам лук вязать кольцом амигуруми набираем 5 столбиков без накида наше колечко вот 1 2 3 4 5 5 столбиков затягиваем ниточку вот так в колечко и делаем 5 прибавок следующим ряду то есть в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида 1 2 3 4 в следующую петельку 5 6 7 8 9 10 10 10 10 петельчик получилось хорошенько теперь завязываем затягиваем ниточку так и в следующем рядочке вяжем уже прибавки через 1 1 столбик в одну петель в первую петельку 1 столбик следующую петельку 2 столбика 1 2 и так до конца ряда довязали рядочек у нас здесь получилось 15 столбиков без накида 15 петель отмечаем начало ряда теперь мы будем провязывать через 2 петельки при бабочку делать в первую петельку 1 столбик 1 столбик в третью петельку 2 столбик 1 1 в третью петельку 2 столбика при бабочка так до конца ряда теперь нам нужно запустить сюда корешки потому что мы потом будем вязать просто по 20 у нас получилось 20 петелек мы будем вязать по 20 петелек 9 рядов потом нам будет сложно это сделать так как достаточно узкий лук как мы это делаем вот это у нас лицо это изнанка где у нас еще ниточка торчит тут она изнанка такая пупырышками лицо младенькая изнанка пупырышками наизнанку кладем узелочек и крючочком вытягиваем вот эти ниточки наружу на ой не получилось что одну нитку зацепила вот цепляем там под по две ниточки и вытягиваем сюда а потом мы их уже тут разрежем и ниточки вот эти раз слоим чтобы больше на корни было похоже вот получается сейчас еще одну покажу вот так зацепляем наш нашу ниточку и там вот и так все все ниточки надо вытащить я вытащила все ниточки разрезала вот там где у нас двойные были и теперь одну покажу как я их беру иголочку и вот так каждую берем и вот так вот ее расслаиваем вот так можно это в конце сделать или сейчас и не такие более на корни будут и потом вы сможете когда уже будет сформирована луковичка вы уже подрежете кончики какие вам хочется длиннее короче можно разной длины сделать это будут и корни значит продолжаем вязать дальше отмечаем здесь начало ряда отмечаем начало ряда и вяжем 9 рядов по 20 столбиков без накида и теперь сделаем убавки получается провязали мы 9 рядов беленьким по 20 столбиков без накида теперь нужно сделать убавки значит у бабочки делаются через два через две петельки две петельки провязываем столбик столбик то есть в одну петельку один столбик во вторую петельку один столбик и убавка вот так такую комбинацию повторить нужно еще четыре раза один раз мы сделали еще четыре раза сделали у бабочки получилось 15 петелек теперь мы будем переходить на светло-зеленый цвет значит для этого следующий один одну петлю провязываем но дальше уже не вяжем оставляем эти две петельки берем зеленую ниточку которую мы будем добавлять делаем вот такое колечко сейчас еще раз так вокруг пальца наверх положили рабочую нить и рабочую нить вот так пропустили вот получается такая петелечка сейчас мы эту петельку будем присоединять сюда возвращаемся к нашим двум и сквозь них продеваем эту петелечку так белую можно отрезать она уже нам не нужно и между собой завязать вот эти две ниточки закрепить и продолжаем дальше по кругу вязать вот следующую берем вяжем по 15 столбиков без накида 11 рядочков просто вверх тут отмечать не надо потому что у нас переход цвета и так будет видно и просто по 15 столбиков без накида нужно провязать 11 рядов провязали мы 15 рядов светло-зеленым салатовым цветом теперь последняя у нас соединительная петля будет продеваем и тут же ее продеваем через петлю на крючке вытягиваем ниточку тогда краешек будет более сглаженный вот такой то есть эта деталька у нас готова мы ее набьем сейчас где-то вот белую часть набивочкой потому что здесь у нас будут вставляться дальше листики то есть нам нужно здесь пустое пространство нужно связать листики для нашего лука парея значит вяжем мы их полустолбиками вот такую делаем петельку набираем 20 цепочку из 20 воздушных петель и теперь во вторую петлю от крючка вот первая петелька вот вторая во второй петлю от крючка мы будем провязывать и далее по цепочке будем провязывать полустолбики делаем накид заводим во второй петлю от крючка вытягиваем петельку у нас на крючке 3 нитки провязываем как одну это полустолбик следующую накид следующую петельку провязываем 3 вместе это полустолбик накид следующая полупетля вытягиваем полустолбик накид петелька 3 петли на крючке полустолбик вот такой у нас получается листик часть листика довяжем сейчас до конца я вам покажу как развернуться и следующий ряд вязать я провязала в каждую петельку по полустолбику с накидом вот такой у меня получился листик теперь я делаю воздушную петлю одну и поворачиваю вот так вязание и теперь вот за вот эти две за каждую получается тоже вторую петлю петлю от крючка опять мы вяжем полустолбики накид 2 петля от крючка вот за обе получается тут уже у нас такие косички вот за полностью за косичку за 2 эти полупетли цепляемся протягиваем петелечку вытягиваем 3 петельки на крючке провязываем как одну дальше провязываем как одну накид петелька 3 петельки на крючке провязываем как одну и вот так вот вяжем еще до конца ряда я провязала до конца ряда вот у нас получился такой один из листиков они у нас будут разной ширины вот таких вот будет маленьких то есть там эти два ряда это маленькие будет 4 штучки и больших будет 2 штучки по три ряда то есть то же самое повторяется только еще один рядочек а здесь мы сейчас обрежем ниточку сделаем узелочек закрепочку все ниточки немножко можно вот сюда продеть и сюда и обрезать закрепить вот такой один листик у нас нужно сделать таких 4 так у нас несколько листиков получается два вот таких больших это по 3 рядочка мы провязали 4 маленьких их нужно отгладить деликатным на двоечку там допустим потом сложить вот так те которые побольше по краям а маленькие в серединке и между собой несколько несколькими стежками прошить так иголочкой хвостик оставляйте тут чтобы потом завязать тут особенно прошить где вот эти кончики чтобы легко вошло в наш кучок так несколькими несколькими стежками прошиваем выводим ниточку там где мы заводили и закрепляем ниточку можно обрезать не сильно коротко вот такой у нас пучок получился теперь мы будем сюда все это соединять чтобы у нас уже получился вот такой вот готовый лук аккуратненько можно вот так пальцами раздвинуть растянуть но ничего не порвется не переживайте чтобы лучше вошла вот это вот куча листьев наши ниточки тоже прячем и продеваем там где-то на сантиметр-полтора внутрь вот так примерно такой у нас будет лучок такой сейчас мы возьмем вот такую ниточку и пришьем закрепим нашим нашу зелень начинаем отсюда тут где мы где наша ниточка вот закончилась чтобы закрепить ее просто так вот продеваем и выводим любое место ниточку оставляем потом ее закрепим и в это же место прокалываем и опять выводим так делаем несколько стежков так вот вот и вот здесь вот тоже обязательно по самому краешку не забываем чтобы у нас ниточки не оставались вводить туда же откуда у нас эта ниточка выходит чтобы не видно было стежочков так вот сколько раз сколько вы считаете достаточным сделала несколько стежков чтобы все было крепко получается ты все обрезала вот такой лучок у нас получился теперь иголочкой берем одну ниточку и вот так вот распрямляем вот такие штучки делаем так и потом подрезаем как нам нравится может можно короче вот такой сделать хвостик можно разной длины тут проверьте чтобы было крепко если не крепко можно еще раз ниточку в дети еще прошить